Не успел мороз ковать водоемы льдом, а любители зимней рыбалки тут же устремились на озера в поисках хорошего улова. Это занятие хоть и увлекательное, но очень опасное. Мы все знаем, лед коварен. Одно неловкое движение, и ты уже в холодной воде. Не все знают меры безопасности нахождения на льду и на какой лед можно выходить. На данный момент идет становление льда, ледостав. В черте города лед не цельный, лед с промоинами от 2 до 5 сантиметров, где-то до 7 сантиметров. В соответствии с правилами охраны жизни людей на водах, на лед толще 7 сантиметров уже можно выходить. Перед выходом на лед, естественно, надо прочность этого льда проверять. Надо брать с собой, кто опытные рыбаки уже знают. Это альпинштоки. Вот такие вот они называются приспособления, которые одеваются на руки, либо находятся на одежде у постоянного рыбака. На тот случай, что если проваливается под лед, выбирался из полыньи, не лишним, а может даже обязательным будет спасательный жилет, веревка с утяжелителем на конце. У спасателей это называется конец Александрова. Но для рыбаков просто объясняю, что это 10-15 метров веревки. На одном из концов веревки утяжелитель. Для того, чтобы конец утяжелителя можно было выбросить для людей, которые оказывают помощь тонущему или провалившемуся под лед. Если вдруг ты смотришь, где находится берег, то, по крайней мере, если лед ломается, ты пытаешься как-нибудь руками, локтями пробить себе дорогу. Что испытывает человек, находясь в ледяной воде? У него перехватывает дыхание, голову будто сдавливает железный обруч, сердце начинает бешено стучать, артериальное давление подскакивает, а мышцы груди и живота начинают рефлекторно сокращаться, что вызывает выдох, а затем вдох. И если человек в этот момент под водой, этот вдох может стать смертельным. Что касается окрестностей города, водоемов, лед, по поверхности он везде одинаковый, особенно сейчас немножко припорошен снегом, это не значит, что он крепкий и твердый. Есть течения, есть ключи, есть теплые потоки воды, где подмывают лед и в черте города выход на лед запрещен, особенно это касается для детей. При последней рыбалке погибло 12 человек на водоемах страны. Даже, казалось бы, незначительное баловство может привести к трагедии. Я испытала это на себе, не стояла на льду, но пыталась записать видео на мосту, соскользнула в воду. Спасла мне жизнь глубина, она была небольшая. Будьте очень осторожны и не совершайте чужих ошибок. Каролина Прокофьева, Тимур Батиров, агентство Минск Новости.